Впечатление, что этот мяч только разозлил. Он был последней каплей, который вновь заставил Монтепаски двигаться. Просто не хочется быть мальчиками для битья. И они задвигались. Задвигались весьма неплохо. 58. Двух очковой дистанции по-прежнему 33. Издали, но вот уже пару раз попали. Сейчас, если их прорвет в последней четверти, будет что-то вроде, если хотите, прошлогоднего партизана, которые могли промахиваться весь матч, а потом в последний как выдать всю четверть. Помню, была такая. Как раз у партизаны. Четверть, в которой не было ни одного броска со средней дистанции. Либо штрафные, либо трехочковые. Помню, даже чуть ли не вообще один трехочковый. 5 или 8 за четверть, и все, собственно, выигранный матч. Но посмотрим. Двойной прихват. Тройной уже. Стоун рук еще бросает. Но, правда, Трилл Макентарь тут же возвращается к игроку с Томрука. Сейчас мы сгонялись назад. Миккял. Наварро. Венифацин Донг. Морис Террис. Террис. Морис. Эрики Рубио сейчас набирает 2 очка. 72 на 63. Заколдованные. Заколдованные разницы. 9-10 баллов. На короткий какой-то миг. Получается сократить. О, Сиены. Тут же он запускает. На ровном месте фоллу Террисом Морисом находят. Лавринович опускается в трехсекундной зоне. И тут же Морис пытаясь отыграть позицию, которую, по сути, уже проиграл. Нарушает правила. 63 на 72. 4 минуты 54 секунды до окончания матча. Какой же долгий полет мяча. Поэтому нельзя было Зисису бросать сразу издали. Зисис под кольцо. Хорошая скидка. Лавринович мажет. Сам забросается на свой отскок. И нет. Морис забирает мяч. 6 подгородного падения Барселоны. 4 Монтепаски. Наварро. Что считать? Нет в кадре того орбита, который сейчас показывает. Но, судя по реакции Наварро... Зачем? Зачем? 74 на 63. Ой-ой-ой. Зисис, ну что это такое? Незащита. 72, да. Цифровый табло поменялся назад. Наварро. Мажет. Ндон забирает подбор со спины. Уэзэ. Сначала Зисис за шорта хватает, как, не знаю, во дворе. Потом Ндон. Идет бросок, он идет на щит, вместо того, чтобы ставить спину. Сзэ. Вместо того, чтобы ставить спину, идет на щит. У него на спине висит Ндон. Повыше его ростом игрок. Собственно, поэтому со спины забирает мяч. 74 на 63. Рубио. 11 очков преимущества Барсы. Рубио. Ай, как хорошо. Ах, как. Ах, как здорово все было разыграно. Бросок, на счастье, Сиены неточный. Домеркан. Бросит издалец. Не стал. Хоукинс. На периметр Стоунрук. На расстоянии вытянутых рук передачи. И вновь чуть был не обернулся потери. Хоукинс из угла. Мажет. Нет, это не день. Это паски. Ничего страшного, понятно. Это первый раунд. Круповой этап. Со всеми командами сыграли, вот кроме Барса. Это первое место, которое у Барселоны в случае победы будет. Сегодня она ни о чем абсолютно не говорит. Так. Заявка на ТОП-16. Не более того. Падение Стоунрук. Этот мяч забрать не смог. Но он протянул время. И 24 секунды ответил на атаку. Закончили. Звучит сирена. Мяч переходит. Сиене. Но у них в минусе 11 очков. И чуть меньше 3 минут до окончания матча. Рисковать. Может быть и не надо. Надо пожестче в защите, наверное, играть. В нападении рисковать пока. Сбиваться на трехочковые. Нет смысла. Ну, в том плане, что бросать через руки с защитником. Нет. Надо по ситуации, конечно, предпочтительнее бросать издали. Но... Ну, как пойдет. Махентар. Домерка. Далековато получает мяч. Далековато. Не может угрожать атакой издали. Поэтому приходится переходить на древник и нарываться на блокшот. На очередной блокшот. Моррис. Сам же получает передачу. Почти через всю площадку летел мяч. И тем не менее он дошел до адресата. Рубио. Никто никуда не торопится. Всем все понятно. Время работает на Барсу. Рубио. Фол не дает. Рубио сохраняет древнинг. Пора. Пора уже было смотреть на корзину. Но Ромейнсад он нарушает правила. 2 минуты 22 секунды до окончания матча. 74-63. Рубио, думаю, один-то из двух штрафных реализует. Янджай, по-моему, уже не нервничает. Но, в всяком случае, стоит возле бровки. Может быть, даймаут еще и кричит. Но бровки уже нет. Моррис не вылавливает мяч Микел. Сразу не ловит его в две руки. Но успевает сохранить его в игре. И слэмданг. Бонифаций Ндонг, пожалуй, ставит точку. Будет еще... Будет еще что-то. Ндонг. Вот это будет точка. Вторая многоточа от Бонифаций Ндонга. Третью бы надо. Так, чтобы уж совсем по правилам. Две-то точки в окончании. Ни туда, ни сюда. Время на третью еще остается. Олкинс. На фол не ловит. Да, в общем, уже поздновато. Ндонг уже сделал свое дело. Ндонг может уходить. Даже если он получит пятый фол. Ему уже спасибо за те подборы, что он брал. За те два Данка последние. Шикарнейшие. Причем, что один, что второй. Смотрите, Ндонг даже за слон не дожидается. Не дожидается, когда защитник к нему придет. Убегает сразу на Алиу. А передача следует на Навара, поскольку идет смещение всех защитников в трехсекундной зоне после этой двоечки. Все ждут и правильно, в общем, ожидают передачи на Бонифаци и Ндонга. А передача следует на стоящего, широко, стоящего на дуге. Уанна Карлсон-Навара. Навара попадает в тезер. Никаких вариантов. Почти 20 очков. Радится. Это не по игре. Сразу хочется сказать. Не знаю, с каким счетом закончится матч. Но это не полная доминация на протяжении всей игры. Такая большая. Да, доминировали игроки Барселоны. Да, все время они были впереди. Но преимущество, все-таки, согласитесь, 9 очков, оно нерешающее. Вот 15-20 на протяжении всего матча. Вот здесь можно говорить о классе, о большом преимуществе в классе. Ндонг. Есть фол сразу во время подбора. Арбитры молчат, дают побороться. Эзе как держал руку Бонифаци и Ндонга, так и держит. Ну так вот. Преимущество было, но вот эти 20, что сейчас, я думаю, будут, поскольку Ндонг поймал игру. Я не удивлюсь, если он реализует оба штрафных. 83 на 63 будет счет. Но эти 20 очков, это результат великолепной игры Ндонга. И, что называется, дожали. Нет, Ндонг промахивается. Барс дожала Сиена. При всем при этом. Да, класс Барселоны виден. Класс игроков, но он, видимо, уже не первый год. И, собственно, имя обязывает. Имя клуба. Думаю, оба положат, нет. Бонифаци и Ндонг мажет оба штрафных. Броска ничего не решит. Ничего. Абсолютно. Ндонга просто будет. Барай баллов не решит. Не 17, а 15. Ромейн Сату. Забросил уже на прямых ногах. Возвращается потихонечку к плану Карлос Навара. По идее бросать не должен. Хотя, возможно, и плюс. Кольца. По уже не писанным правилам, которые перекочевали в Европу, в таких ситуациях уже не бросают. А он бросает. Бросает и попадает. 84 на 65. Счет абсолютно не отражающий подпоединка. Игра была напряженной. Все время были рядышком Монтепаски. Все время были в погоне, но не догнали. Наоборот, выдохлись слишком рано. И концовка за Барселону. Блик всякого сомнения. Это лучший клуб в своей подгруппе. Они это доказали поединком. Посмотрим, что будет в Барселоне. Возможно, там Монтепаски смогут отыграться. Ну, а пока 84 на 65. Первый раунд закончен. Барселона на первом месте. Сиена на втором. Все на сегодня для прямой трансляции. Барселона Монтепаски. Спасибо огромным режиссерам, что помогали в ее проведении. Спасибо тем, кто был сегодня с нами. Для вас работал Андрей Беляев. До свидания.